В этом уроке давайте рассмотрим эффекты. Как они действуют до и после разбиения картинок либо отдельных каких-то объектов на части. Вот допустим я создам окружность. Ставлю сюда эффект. Допустим вот такой мне нравится. Что мы получим? У нас вот такой единичный эффект. Теперь ставлю несколько объектов и сгруппирую их в клип. И тоже на этот клип повешу тот же эффект. Вот видим как единичный объект с одним эффектом. Я отменю эти действия и сгруппирую как группу. И опять ставлю тот же эффект. Вот теперь видим совсем другой результат. Теперь ставлю сюда картинку. Я ее сделаю меньше чтобы эффект был более заметен. И опять вы наверное понимаете что эффект будет не интересен. Смотря конечно для чего. А если мы ее разобьем. Это break. Break into piece. И здесь можно выбрать. Я кажется уже говорил уже не помню. Как разбивать на треугольники, квадратики. На сколько. Я вот на 30 поставлю. И под каким как бы углом что ли. Ну пускай по умолчанию стоит. Хотя по умолчанию было 50. И теперь ставлю этот эффект. Вот допустим не этот. А взрыв. Вот у нас он взрывается. Но для стекла допустим так не подойдет. Нужно поменять способ разбиения. Я бы сделал. Вот так вот. Вот. А так же напомню. Что вы можете просто разрезать. Как вам захотелось. Просто вот так вот. Разрезали. И тоже самое. Группируем. Как группу. И вставляем эффект. Часто такие эффекты применяются в фотогалереях. Мы с вами будем еще делать фотогалереи. Но там я уже эти мелочи не буду показывать. Все эти нюансы. Сразу буду вставлять эффект. Поэтому пишу урок сейчас. И тут эффектов как вы сами понимаете очень много. И чтобы просмотреть их. Как они будут действовать с разбитым объектом. Лучше сделать таким образом. Включаете play. Ну естественно разбиваете сначала в группу. Потом включаете play. И открываете окно эффект браузер. И здесь уже нажимая на эффекты. Тут главное чтобы у вас был на первом кадре. Начало. И тут уже смотрите как будут эффекты действовать. Таким образом быстрее находить. Ну и конечно сам эффект можете здесь настраивать. Как вам захочется. Для каких-то объектов. Подходит мелкое разбиение. Для каких-то крупное. Допустим вот здесь мелкое. Он не очень смотрится. Вот здесь крупное разбиение. Смотрится совсем по другому. А также я кажется говорил уже что эффекты многие парные. Вот допустим. Этот эффект у нас. Latent turn on. Как бы появление картинки вот таким способом. Но есть такой же в другой папочке рядом. Latent turn off. Это наоборот. Ну вот чтобы вам понятно было. Я их рядом поставил друг за другом. Теперь объект появляется. Вот так вручную. Наверное лучше будет заметно. Вот он появился. Один эффект. Вот он исчез. Обратный эффект. Но есть такие которые. У которых нет парных. Но представим что вам нужно все таки. Вот этот второй эффект. Вот давайте это я удалю. А этот эффект скопирую. И за ним поставлю. И изменю. И изменю. Здесь уберу галочку. Как бы он получается обратным. Но бывают такие ситуации. Когда после копирования этого эффекта. Ставите за ним. Здесь изменяете. То он вообще перестает работать. Как это можно изменить. Давайте я выключу. Если такое произошло. То вот этот второй скопированный эффект. Просто переименуйте. Вот допустим здесь было turn on. Я просто что-то удалю там. 2 сделаю. Вот тогда можно будет здесь поменять. И он будет работать. Я просто с этим сталкивался. И мне помогло переименование. Ну и этот эффект. Который вы переделали. Можно и сохранить. Если он нужен. Правда если вы его сохраните туда. Куда он предлагает. То у вас он не появится в списке. Эффектов здесь. А вам нужно будет его открывать. Именно из этой папки. А чтобы он появился в списке. То нужно скопировать его. В саму папку с программы. Это у нас здесь фишмакс. Четвертые эффекты. И вот какой-то из этих папок. Если обратное действие эффекта. То в эту. И последнее. Некоторые эффекты могут тормозить сильно. Вы это также учтите. При каком-то сочетании. Допустим вот я возьму сейчас. Еще фильтры добавлю. Хотя некоторые без фильтров. Тормозят. Допустим сделаю еще BEL. Да. Попробуем. Что получится. Вот. Видим. Как сильно затормозило. Оно тормозить будет. И на сайте также. Поэтому не советую так делать. Если у вас тормозит. Надо что-то другое. Например тот же эффект. Но при меньшем разбиении. Уже тормозить не будет. Что ж. На этом я закончил урок. Надеюсь был полезен. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok